Уважаемый президент, уважаемые коллеги, несомненно, тромбоз является глобальной, социальной и экономической проблемой. Не лишне напомнить, что каждый четвертый человек погибает от причин, связанных с тромбозом. Это и тромбозы, в том числе тромбозы глубоких вен, и тромбоэмболические осложнения, которые объединяются общим понятием венозные тромбоэмболические осложнения. В каждый год регистрируется порядка 10 миллионов новых случаев в год. В Америке погибает от венозных тромбоэмболических осложнений порядка от 100 до 300 тысяч человек. В Европе около полумиллиона. Около 60% так или иначе связаны с медицинским вмешательством. Важным обстоятельством, которое следует учитывать, то, что большая часть венозных тромбозов может быть предупреждена. Однако около 50% пациентов, например, находящихся в стационаре, получают необходимую профилактику. В России этот показатель еще ниже. Таким образом, можно и нужно улучшить профилактику венозных тромбоэмболических осложнений за счет организационных мероприятий, более активного выявления пациентов, относящихся к группе риска, повышение приверженности пациентов подчас длительной терапии за счет просветительской работы среди населения. Ну и, наверное, пожалуй, самым главным аспектом борьбы с тромбозами является повышение общей осведомленности об этой проблеме. С целью концентрации усилий по изучению тромбозов и оказания специализированной помощи пациентам на базе клинической больницы 122 организован Центр профилактики тромбозов. Одной из задач, которую он пытается решать, это разобщенность и несогласованность оказания медицинской помощи пациентам с тромбозами на разных этапах. Объединение же усилий на базе Центра тромбоза позволяет оказывать пациентам специализированную диагностическую и лечебную помощь, в первую очередь основываясь на принципах мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению. В Центре тромбоза непосредственной курацией пациентов занимаются сосудистые хирурги при непосредственном участии и помощи кардиолога, терапевта, специалистов функциональной диагностики, гематологов. Неоценимую помощь оказывают старшие медсестра и, естественно, опираясь на лечебные диагностические возможности как стационара, так и поликлиники клинической больницы 122. Лечебная работа Центра включает оказание стационарной помощи пациентам с тромбозами. Важной особенностью отделения является выполнение широкого спектра эндоваскулярных вмешательств пациентам с острыми тромбозами, а также пациентам с посттромботической болезнью. Естественно, амбулаторная и консультативная помощь, выполнение специализированного лабораторного и инструментального обследования. Важным аспектом является динамическое наблюдение за пациентом после выписки из стационаров. Мы считаем важным и необходимым продвижение информации о здоровом образе жизни, о методах и мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого организована школа тромбоза, читаются лекции на базе городского центра медицинской профилактики, а также ряда поликлинических учреждений города. На отделении проводится образовательная работа. В первую очередь она ориентирована на клинических ординаторов, сосудистых хирургов, специалистов, заинтересованных в изучении этой проблемы. Читаются лекции, организуются семинары, проводятся мастер-классы. Организация подобных сегодняшней конференции, возможно, в будущем на ежегодной основе. На отделении проводятся клинические исследования, апробации новых способов диагностики и лечения тромбозов. В заключение хотелось бы сказать, что создание подобных центров тромбозов на базе многопрофильных стационаров является актуальным и перспективным направлением в профилактике лечения сердечно-сосудистых заболеваний и тромботических осложнений. Спасибо за внимание. Не угодно ли кому-нибудь задать вопросы? Спасибо. А я вопрос. А как я... Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вы поднимаете очень важную проблему, но у меня вопрос такой организационно следующий. Вот вы назвали предпосылками разобщенность между амбулаторным и стационарным этапами лечения. И вот вы как предполагаете, кто будет обращаться и лечиться в этом центре тромбозов? Это будут те больные, которые к вам изначально попали в острой ситуации и потом останутся под вашим наблюдением? Или это будет привлечение извне каких-то пациентов? И это будет в рамках обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования? Как вы финансовую составляющую видите? Уважаемая Татьяна Владимировна, наверное, речь в первую очередь идет о пациентах, которые находились на стационарном лечении непосредственно в стационаре. Конечно, отказывать, наверное, было бы точно неправильным нуждающимся пациентам в консультации, которые и не находились в остром периоде на лечении на нашем отделении. Что касается финансовой стороны оказания этой помощи, то в клинической больнице 122 возможности оказания помощи по УМС ограничены. Однако мы консультируем бесплатно пациентов по направлению поликлиника в центре тромбоза. Но, к сожалению, дальнейшее лечение и обследование подчас сопряжено с теми или иными финансовыми затратами. Либо добровольной медицинской страховым. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вы сотрудничаете с стационаром и активно лечите тех пациентов, которые вы там появляете. Скажите, пожалуйста, о каких случаях хирургической активности, после каких операций, после каких манипуляций, которые проводятся в стационаре, вы скринингово выполняете метрозуковое предположение губительное сканирование с целью выявления тромбозов, особо опасных, отсюда подверженных группам. Сколько таких исследований скринингово проходят? Спасибо. Спасибо. Стандартной рекомендацией пациентам, находившимся на лечении в стационаре, и тем более подвергшихся различным реконструктивным вмешательствам, является контроль в последующем болтурном периоде, в том числе с выполнением дуплексного сканирования контроля оперированного сегмента, состояния сосудистого русла. То есть это является необходимым, необходимым условием в последующем болтурном лечении, и касается, наверное, всех без исключения пациентов. Ну и в первую очередь, наверное, хирурги, оперированных пациентов. В общей хирургии... Вы имеете в виду отделения не сосудистой хирургии, а других отделений и стационары. Мне сложно сказать ответить на этот вопрос, как это организовано, однозначно сложно будет, как это организовано на других отделениях. Но, в общем-то, наверное, пациентам, относящихся к группе риска, в частности по венозным тромбоэмболическим осложнениям, рекомендуется выполнение контроля дуплексного сканирования вен после, тем более, перенесенных различных обширных, тяжелых, травматологических операций. Наверное, это целесообразно, но статистику привести, наверное, будет сложно. Показания, я вам могу сказать, показания определяют врачи тех пациентов, которые их оперируют и выписывают. И если мы обнаруживаем какую-то проблему, я вам говорю, как заведующий теракальным отделением, то мы пациентов отправляем к ним для консультации. Но решение о том, делать больному или не делать дуплекс перед выпиской, это решение лечащего врача. Я ответил тогда на ваш вопрос? Да, я интересовала, сколько, предположим, у тебя демозный обоз, как большую проблему демозные тромбоэмболические осложнения, как большую хирургическую проблему, как часто выявляется, грубо говоря, ну... Это не совсем то, что вы спрашивали, это следующий вопрос, правильно? То есть вы хотите узнать, сколько в нашей больнице тромботических осложнений? Володя, у нас есть такая статистика? Честно говоря, сложно сказать ответить. Я уверен, что в следующем докладе вам дадут ответ специалист, который делает эти исследования. Я просто отвечу сейчас. У нас проводится это исследование, у нас есть один из сосудистых хирургов, который сейчас анализирует эту проблему. Поскольку это работа еще только на начальном этапе, я думаю, что на следующей подобной конференции будут исчерпывающие данные цифровые. Спасибо. Не угодно еще кому-то задать вопросы. Спасибо, Владимир. Спасибо.